Всем привет! Знакомо ли вам чувство тяжести в мышцах после физической нагрузки? Знакомо, не правда ли? Это ощущение называют крепатурой. А что если вы чувствуете умственную усталость, которую можно сравнить с крепатурой, но именно крепатурой умственного характера? Речь идет про умственное переутомление. Оно наступает после долгой умственной работы, в период сессии, активного изучения большого количества материала. В этом видео я расскажу о способах, как справиться с этим видом переутомления, основываясь на собственном опыте. Поехали! Я довольно часто встречаюсь с умственным переутомлением. В период сессии у меня очень много заказов, которые требуют изучения большого количества материала для выполнения работ. Так как я работаю автором студенческих работ, я уже давно научилась справляться с умственным переутомлением. И сейчас я поделюсь с вами этими советами. Во-первых, если вы почувствовали, что ваш мозг закипает от количества полученной информации, нужно обязательно сменить вид деятельности хотя бы на полчаса. Если обучение это умственная деятельность, вам нужно заменить ее на физическую. Для этого вы можете выбрать два варианта. Если вы спортсмен и любите спорт, то попробуйте сделать самую обыкновенную зарядку. Если вы не относите себя к любителям спорта, то вам подойдет вариант с пешей прогулкой. Кроме того, что вы смените умственную деятельность на физическую, вы подышите свежим воздухом, а это уже больше будет способствовать расслаблению вашего мозга. Еще один вариант смены деятельности – это возможность воспринимать информацию, но не задумываться над ней. То есть речь идет про альтернативу учебе. Для этого, как ни странно, подойдут короткие видео развлекательного характера. Например, в тиктоке. Да-да, не удивляйтесь. Но именно такие, на первый взгляд, бесполезные короткие видео помогут вам абстрагироваться от учебной деятельности. Но есть одно но. Видео в тикток очень затягивают и вы можете потерять счет времени. Для этого поставьте будильник. Всего полчаса коротких видео и возвращайтесь к учебе. Уверяю, что после этого вам будет легче воспринимать информацию. Очень редко можно встретить человека, который не любит музыку. Слушать музыку – это один из способов расслабления и возможность сменить деятельность. В моей работе без музыки не обойтись. Я советую, когда вы почувствовали тяжесть в области мозга, отложить вашу учебу и просто включить на полчаса вашу любимую музыку, послушать ее в наушниках. Это действительно помогает расслабиться. Если у вас есть достаточное количество времени, чтобы расслабиться после тяжелой умственной работы, вам поможет горячая ванна. Душ – это хорошо, но ничего не заменит расслабляющей ванной. Используйте любимые масла, травы, пену. Все это поможет вам расслабиться и поднять свое настроение. После такого релакса информация из книг будет восприниматься лучше. Еда – это способ получения удовольствия. А удовольствие – это гормон счастья и расслабления. Если ты почувствовал усталость, а информация с учебников уже совсем не воспринимается, отложи учебу, завари любимый чай, возьми любимую вкусняшку и пусть весь мир подождет. Мне лично помогает зеленый чай и что-то сладенькое. А также огромное удовольствие мне доставляет то, что вы подписываетесь на наш канал, ставите лайки и комментируйте мои видео. Вам не сложно, а мне приятно. Продолжая тему вкусняшек для расслабления, нужно придерживаться одного главного правила. Эта трапеза не должна быть у компьютера или с книгой по учебе. Тогда эффекта не будет. Вы не расслабитесь и еда вам пойдет не на пользу. Выделите хотя бы 15 минут для вкусного релакса. После этого вы сможете приступить к изучению материала с хорошим и боевым настроением. Ну и конечно еще одно средство для снятия умственного перенапряжения это медитация. Все кто сталкивался с этой техникой согласны, что она лучше всего подходит для борьбы с умственной усталостью. Если вы практикуете медитацию или хотите начать, дерзайте. Тогда вы сможете легко бороться с этим неприятным чувством. Выберите для себя ваш вариант борьбы с умственным переутомлением. И никогда не заставляйте себя учиться, если чувствуете, что сил уже нет. Всем желаю только приятного процесса учебы и всем пока!